Хилтон. И это интересная вещь, которая меня возвращает к одному разговору, который был о том, что есть такие регионы, в частности Калужская область, Тюменская или какие-то, где мне будет очень сложно. С одной стороны, я не знаю, кто смотрел мою биографию, знаете, что я несколько лет прожил в Калужской области, в военном городке, в Боровском районе, и у меня у брата место рождения Обнинск, поэтому, в общем-то, я в каком-то смысле, можете сказать, там, не зёма, да, то есть я чувствую, что это одно из родных мне мест. С другой стороны, вот этот человек, он любит там Путина, Единую Россию, он мне сказал такую вещь, все твои вот эти вот, всё, что ты говоришь, там, будешь там затирать про уточек, про Димонов, все вот эти вещи, про то, как плохо в России, это всё, когда приедешь в Калугу, это всё не сработает. Оно не сработает, потому что там все очень богатые, и ты, ну, ты, нет, нет, ну, в серьезе, и вот ты будешь там рассказывать свои там все вот эти ужимки про коррупцию, про нищие население, а тебя будут снимать на седьмые айфоны, там, хохотать над тобой и постить в соцсеть, чтобы все остальные калужане над тобой посмеялись. И вот мне очень интересно, это же действительно Калужская область, один из самых развитых регионов России, третий по инвестиционной привлекательности, и считается, что здесь, в Калужской области, ну, как бы Россия, путинская Россия, достигла вершины своего экономического могущества и обеспечила максимально комфортный и богатый уровень жизни. Вот, у меня вопрос к вам, вы этим довольны? Нет. У вас этот уровень жизни устраивает или нет? Ну, я не знаю, а здесь разговоры о коррупции, они интересуют кого? Да. У вас есть ощущение, что вас точно так же обокрали? Да. Вот, слава богу, потому что, несмотря на прогнозы этого единоросса, в Тюмени и во всех остальных городах, которые считаются богатыми, выясняется, что они считаются богатыми. Ну, давайте я вас о каждом городе спрошу, я вас я прямо вначале спрошу. Ксень, будешь скажи, секундочку, к вопросам подойдем. Так, какая средняя зарплата в городе Калужа? 15 тысяч. 15 тысяч. Афициально? Не, побольше. Побольше. Ну, сколько? 20. У вас уже 15, я слышал 20. Официально? Официально. Ну, это ничего. Вот, если бы здесь, я стоял бы представителем Единой России, но, конечно, я бы вам сказал, что вы все сюда засланные. Да, иностранные. Подзоры. Для того, чтобы клеветать на нашу Родину, потому что средняя, не максимальная, а средняя зарплата в городе Калуге 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей, это средняя, то есть как-то вот, ну все, вокруг этой цифры. И тогда скажите мне, пожалуйста, вот, поговорите меньше? Меньше. На самом деле, Алексей, вот я просто из Обнинска, да? Ну, вернее, я москвич, но сейчас уже выехал из Москвы, надоел. Коротко только. Да, у нас куча сейчас построенных предприятий. Вот эти все Самсунги, которые въезжаете в Калужскую обувь, да, и начинают. То есть Ахамонов молодец. Он привел западный бизнес. На всех, на этих предприятиях работают привозные сотрудники. Я закончу, а потом вы выскажетесь. Мне просто интересно с зарплатой с этой разобраться. Давайте вот такое голосование импровизированное я делаю в каждом регионе. Ну, секундочку. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знает людей, родственников, друзей, знакомых. Подождите, потому что я знаю, что я спрашиваю. Кто получает меньше 35 тысяч? 100% рук. Окей. Мы немножко подставили эту статистику под сомнение. Следующий вопрос. Кто из вас знает людей, родственников, друзей, знакомых, которые за полный рабочий день получают меньше 30 тысяч? И вновь, и как бы вот я, единоросс, стоящий перед вами, снова получаю виртуальный удар. Что-то странное. Тогда поднимите руки те, кто знает людей, которые получают меньше 25. За полный рабочий день. Хорошо, опускаем. Меньше 20. Меньше 20. Опустите. Не для того, чтобы подыграть мне в этой веселой игре, а для того, чтобы реальную правду определить. Скажите, пожалуйста, кто знает людей, которые за полный рабочий день получают меньше 15 тысяч? Ну вот и приехали мы. И определились мы с тем, нужна ли вообще избирательная компания Алексея Навального и наша избирательная компания. Потому что, ну если выходит так, что гигантская нефтяная страна, которая выкачала из земли нефть и газ на триллионы долларов, и в одном субъекте федерации, всем хвалятся, здесь, здесь самые богатые, здесь самые успешные, здесь вся перспектива. И выясняется, что есть люди, и это значительное количество людей, которые за полный рабочий день получают там меньше 400 долларов в месяц. Это означает, что у нас люди реально живут в нищете. И у вас, благодаря этой же официальной статистике, мы увидим цифру, что 10% населения получает меньше прожиточного минимума, а это 8 тысяч рублей. Что такое 8 тысяч рублей? Можно прожить на 8 тысяч рублей? Это официальная нищета, верно? Ну просто в прямом смысле уже нищета. Если ты живешь на 8 тысяч рублей, сколько нужно платить, заплатить за ЖКХ? 1 тысяч 5-6. 5-6-7. Ну что, сколько платили? Хорошо, пусть 4, пусть 3 тысячи мы платим за ЖКХ, но все остальное-то прожить на эти деньги нельзя. И возникает тогда вопрос, ну а если мы строили это все, если мы что-то добивались там и делали, и считаем, что у нас что-то получилось, и при этом население в нищете, а для кого это все? А кто выгодоприобретатели этого всего? И ответ простой. С одной стороны, это прекрасный наш Димон со своими уточками. С другой стороны, это классный наш Джаба Алишер Усманов, который смотрит на нас. Ну мы задаем вопрос, ну слушайте. А, вы же нормальные граждане Российской Федерации, верно? Паспорта есть у всех? Ну есть паспорта. Значит, есть у нас паспорта, но можем мы спросить как-то вежливо, культурно. Алло, там, Дмитрий Анатольевич, ну скажите, пожалуйста, виноградники в Тоскане это откуда? И все, что мы заслужили, ну я в вашем лице, мы все вместе, это ответ номер один. Тьфу на себя. А ответ номер два. Тьфу на себя еще раз. Ну и зачем тогда это все? И получается, что перспектив-то нет. Если, ну я приехал сюда из Рязанской области, а до этого был в Тамбовской области, там все гораздо беднее. Там просто еще больше нищеты. А вот если это богатство, а там нищета, то получается, весь наше путешествие, оно и заключается где-то здесь между нищетой и бедностью. И самое главное, что перспектив-то никаких нет. Если за 17 лет, при чудовищно огромных ценах на нефть, они вот построили вот это и называют это богатством, зарплатами в 15-20 тысяч рублей, то уже этот режим никогда ничего нам нормального не даст. При цене 120 долларов за баррель, все ходят без штанов, а сейчас она 50. Это по-прежнему много, но очевидно, что они ничего улучшить не могут. А могут они сделать только что? Воровать. Они могут делать только это. Вся система направлена только вот на такие вещи. Но вы же видите, даже мелкие наши расследования, но эти вот ложечки по 14 тысяч рублей. Видели же, Руслан? Ну как может это такое из Рязани я приехал? Там нефтеперерабатывающий завод. Этот нефтеперерабатывающий завод там всех отравляет. На нем нет очистных сооружений правильных. И официальная причина, почему они говорят там всем. Мы не можем построить очистные сооружения, заключается, у нас нет денег. Роснефть это говорит. Если у вас нет денег, ну не покупайте, ребята, ложечки по 14 тысяч, правильно? Не покупайте яхту медведеву, но не тратите на это все. И по крайней мере, мы совершенно точно хотим задать об этом вопросы. И наша избирательная компания, это про то, что мы с вами представляем людей, которые хотят задать такие вопросы, которые считают, что имеют право на эти вопросы. Но это произошло бы в любой нормальной стране. Но с ДАХС на нефтяной компании принадлежат кому? Нам. Ну нам принадлежит. И мы, как бы граждане России, говорим, ребят, ну затерт вам плед за 126 тысяч рублей, наверное, не нужен. И вилка эта не нужна за 11 тысяч. А что Леонтьев отвечает на это? Навальный, наверное, привык жрать руками. Ну, это было пеласно. Ну, то есть, окей, при этом они отменили это все и все равно продолжают рассказывать, что я там что-то лгу, вру и так далее. Не хотят отчитываться ни в чем и никогда. Им всем на нас реально плевать. Они все свое богатство, все, что они имеют, они тащат буквально из наших карманов. Но никакой ответственности. Ничего такого не произошло. Вы видели видео, ну сейчас оно очень популярно, там, в интернете последние полтора дня, про этого мальчика, который читал Габлина в Москве, да? Полиция его тащит. И его ловят. И протоколы оформляют. И, боже мой, все занимаются мальчиком. А есть такой же мальчик, примерно такого же роста, Дмитрий Анатольевич Митланович. И вообще никому не интересен этот мальчик. И мы уже, и я не знаю, что делать. Вот честно вам скажу, да? Я показал, блин, сняли мы эти дворцы, сняли мы эти виноградники, предъявили документы, ну вот документ написан, Алишер Усманов написан, подарю дом за 5 миллиардов рублей. Какие еще доказательства вам дать? И они говорят, ну доказательств нету, мы не видим здесь признаков преступления. Ничего у тебя нет, мы еще тебя засудим на ваню, и ты нам будешь должен. И эта вещь продолжается постоянно. 26-го числа у вас был здесь миссинг? Да. Много народа было? Ну, там, поем. Не согласованный. Не согласованный тоже был. 12-го числа будет миссинг? Да. Больше народу соберем? И надо собрать, потому что, ну иначе вообще никогда не будет никакого ответа. Понимаете? Они уже даже не то, что мелкую коррупцию не комментируют, или какую-то скрытую коррупцию не комментируют. Ну хорошо, поймали Путина с этим велончелистом. У велончелиста 2 миллиарда долларов на счету. Ну и действительно, не было такой бумажки, где написано, эти деньги принадлежат Путину. Поэтому Путин включал такого дурачка и говорил, это не мое. Ну хорошо, но когда, извини меня, тебя поймали, вот ты в Инстаграм вешаешь фотографии с яхты, и ты продолжаешь утверждать, что яхта не твоя, когда-то в этом дворце тусуешься, его охраняет ФСО, расквартированные там сотрудники, и все равно им на все плевать, ну так же невозможно. И, ребята, самое главное, что нужно понимать, что на нашей стороне абсолютно все с этими вопросами. Вот просто все. У вас есть, я не знаю, какой-нибудь паблик во ВКонтакте, где сидят самые такие пропутинские калужане? Есть, наверное, вот найдите его. Там можно бы создать голосование и спросить, ну должен ли Медведев ответить на вопросы? И вы увидите. Конечно, там будет много комментариев, Навальный, чертов американский агент, он украл весь лес и все остальное, но большинство людей, конечно, скажет, что да, Медведев должен ответить на эти вопросы. Поэтому мы с вами и в этой ситуации, и во всех остальных ситуациях выражаем интересы большинства. Просто это большинство, оно такое, там, забитое, оно боится что-то сказать, но оно нас, безусловно, поддерживает. И по всем пунктам нашей программы, конечно, нас поддерживают, но это же бесит любая бабка. Вот к ней подойдете, она скажет, я за Путина там и все остальное, но при этом вы не спросите, ну а тебе нравится, что чиновники не могут объяснить, где они взяли свои, там, деньги, квартиры и все остальное. Что она сама скажет? Она все поймет, она скажет, что их нужно расстрелять. Она скажет, что их нужно расстрелять, особенно если спросить у них пенсия. Просто есть одна самая большая проблема у нас. Эта проблема называется как? Кто наш главный враг? Телевизор. Телевизор. Коррупция. Я вижу, что нейтралитета не верю, сказали те люди, которые смотрели стримы с предыдущих моих встреч. Но правильно так и есть. Все за нас. И все нас поддерживают. Вот сидят, центр «Эй» снимает всех на маленькие камеры. Подойдите к ним, да? В коле они сидят. Они точно так же против этого. Они скажут, мы смотрели Зимона, мы вообще против этого, все нам очень не нравится, но в конце они обязательно прибавят. Ну а что у вас там Навальный кричит, там ножками стучит по сцене? Изменить-то ничего нельзя. И дальше вы начнете разговаривать с этими людьми. Вы услышите все вот эти знаменитые фразы. Про то, что все воруют. Любая власть ворует. Слышали такое? Говорили? А потом вам обязательно что еще скажут? Скажут. Не нравится России пьет в Европу, скажут. Сейчас мы это разберем. Обязательно скажут. Ну эти, ладно, эти-то уже наворовались, а вот новые придут, кто-то будут воровать. Слышали такое? И вот это является главной проблемой. То, что много людей в России пытаются самих себя убедить в том, что мы должны жить бедно. Мы обречены на нищету, и мы должны придумать сами себе оправдание, почему мы в этой нищете жили сами, почему наши дети будут жить в нищете, и почему у нас ничего не получится. При этом, ну вот, несколько сот километров. Бывшие советские республики. Какая-нибудь Эстония, мой любимый пример. Полторы тысячи, не полторы тысячи, тысяча сто евро средняя зарплата. Средняя зарплата, понимаете? Мы здесь, у нас официальная 35, но при этом там машиностроение, нефтяная страна и так далее. Ну скажите мне, пожалуйста, кто здесь вспомнит какие-то природные богатства в Эстонии? Шпроты? Ну что еще? Есть нефть в Эстонии? Эстонские алмазы известны по всему миру. Минеральное сырье, да ничего там нету. Там просто еще и коррупции нет. Поэтому люди живут гораздо богаче. Мы должны всем объяснять, сами поверить, и всем остальным объяснить, что может быть нормальная жизнь в России прямо сейчас. Вообще ничего нам не препятствует для того, чтобы мы жили гораздо, гораздо богаче. То, что у нас такие больницы, ну чудовищные. Правда, вы молодые здесь все. Я вас, наверное, не буду спрашивать, легко ли сделать здесь УЗИ какой-то. Ну кто-нибудь пытался последнее время? Ну можно прийти вот так вот сходу, чтобы тебе сделали бесплатную жизнь? Нет, бесплатную. А МРТ можно сделать? Ну невозможно. Нельзя это все сделать. Нельзя, понимаете? И мы тратим на здравоохранение триллионы. Триллионы. Я вижу эти закупки. И вижу, что из триллионов большая часть денег ее просто растаскивают. Вы знаете, я недавно ездил операцию делать на глазу в Барселону. Государственная больница. Я в ней платил, потому что я иностранец. Там точно так же в очередях сидят дедушки и бабушки. Но эта больница, она выглядит, она чище, чем этот отель. Там просто вокруг тебя там ходят, прыгают и бегают. И местные-то не платят за это, за все. Либо страховая компания за тебя платит, либо государство, либо фонд. И у нас это может быть. Но я смотрю на бюджет России. Он огромный. Он просто гигантский. Но проблема коррупции такая же гигантская. Вы же знаете госзакупки. А, опять же, наш любимый персонаж, Дмитрий Анатольевич Медведев, а не я, говорит, что из 5 триллионов госзакупок в год воруют триллион рублей. За триллион рублей, ну, можно построить новую страну. Или даже купить ее денег. Понимаете? На закупку госкомпании у нас воруют от 3 до 5 триллионов каждый год. Это колоссальные деньги, за которые можно получить и образование, и здравоохранение прямо сейчас. Вот эти вещи и нужно объяснить, что может жить Россия нормальной жизнью. Может быть, и должна быть зарплата гораздо больше, исходя из нашего уровня развития, исходя из остатков промышленности, исходя, естественно, из сырья, исходя из уровня образования населения. Такая страна, вот просто по показателям, как Россия, должна жить в 3 раза богаче. У людей зарплата должна быть, ну, ниже, чем в Эстонии. Поэтому мы должны, вот мы здесь все собрались волонтерами. Вы регистрируете с волонтерами? Да. Может, я случайно, когда это, случайные люди зашли. Наша задача, просто хотя бы 5 минут в день тратить на агитацию. И вы сами не поверите, как быстро мы войдем в это политическое пространство. Тут же нет никого. Ну, а кто ведет какую-то агитационную кампанию? Ну, вот вы заметили что-то из агитации за последние годы? За последние месяцы. Нот. Да, мне сказали, я сюда подъезжал, что значит Нот стоит с пикетами на Галужском шоссе и типа на дороге меня встречает. Ну, да я подъехал, они, видимо, уже в лес бежали, я никого не видел. Поэтому на самом деле есть абсолютная политическая пустота. Никто не борется за электорат. Никто ничего не делает. Сейчас перейду к вопросам. И если мы вот зайдем в эту пустоту и будем тратить хоть немножко времени на агитацию, мы поведем за собой огромное количество людей. Реально огромное. В России сейчас зарегистрировалось 107 тысяч волонтеров. Ближе к выборам их будет не меньше 200 тысяч. Это просто гигантская сила. Представляете, 200 тысяч человек. Если 5 минут в день они что-то будут распространять информацию, то охват у этого всего будет больше, чем у Первого канала. Владимир Соловьев будет рыдать просто и плакать, как маленькая девочка, когда увидит, какой мы получаем информационный охват. Но просто нужно верить в самих себя и делать что-то, и убеждать людей. И мы зайдем и получим столько голосов, сколько мы захотим, а не столько, сколько нам дадут. Друзья мои, я знаю, что здесь в области у нас есть все предпосылки для того, чтобы перевести избирательную кампанию. Я абсолютно верю в том, что мы можем получить голоса и победить даже на территории области в первом туре. Получить больше 50%. Спасибо большое. Готов отвечать на вопрос. Дорогие друзья, я хочу добавить. Совсем недавно, где-то около месяца назад, в городе Сутиниче, в Санковской области, приезжал на поезде Жириновский из ЛДПР. Я поставил деньги на вокзале. Не было бы что так делать. Сигареты, водку, ну такие, с чай. Вот этот человек в 90-х просто как привык эти вопросы, я просто добавил. Ну, это же важная ремарка на самом деле. Вот смотрите, это пик избирательных технологий, что они могут сделать. Ну, выйти, раздать чай или водку. Но на самом деле, действительно, политическая работа никто не ведет. Важно понимать, ребят. Ну, вот опять же, смотрите. Считается, что в Калужской области Артамонов закрутил тут всех, вообще продыхнуть нельзя. У вас был митинг, несанкционированный. Сколько народ задержали? Одного. Одного. Трои. И что с ними было? Отпустили. Я на регистрации, кого сходили за света. А, то есть все-таки есть. И что, и штраф какой? 12 тысяч рублей. Остальных отпустили. Апелляцию прошел? Нет, я в Москве, я в Садах. Окей. Получше здесь тысяч евро. Как мне все время троллят эти кривлевцы. На самом деле, конечно, выиграем мы этот европейский суд. Но просто я вам хочу сказать, что возможности режима там всех репрессировать, там что-то загонять, зажимать, они практически отсутствуют. Они, конечно, пугают. Почему сейчас по ВУЗу ходят вот эти вот люди и показывают лекции, эти ролики про то, что Навальный Гитлер и еще всякую чушь. Потому что реально возможности репрессировать большие группы людей невозможно. И даже там Ладно-Халужская область, Мордовия. Знаете, республика Мордовия, где за Единую Россию голосуют 99% населения. Вот так вот голосуют. Вообще все запрессовано. То же самое. Вышло там, по-моему, человек 200 на этот митинг. Их никто не тронет. Несколько задержанных. Вообще в целом по стране, безусловно, есть там 3 человека пока. И мы вместе с их семьями их стараемся поддержать и очень переживаем, что они получили реальные уголовки. Но десятки тысяч человек вышли, а у нас даже привлеченных административной ответственности, типа вас, 200 человек. 200 человек на всю страну. Этот режим держится не на репрессиях, не на запугиваниях, не на Росгвардии, не на полиции, не на Центре С, их там камерами они все снимают. Держится просто на инерции. Что никто ничего не делает, никто не агитирует. Ну и как-то жили и живем таким образом. Поэтому прилагаем усилия и сразу ситуация переменится. С этой стороны. Да. Два вопроса про национализм. Два вопроса про национализм. Первый вопрос. Вы подавали на ТИСАК по 282-й статье и сейчас вы радуете за ее отмену. Второй вопрос. Интервью журнала «Спутник и Погром». Вы как-то получали его отказывать? Значит, что касается 282-й статьи. Все знают, что это 282-я статья? Да. Статья по экстремизм, по которой сейчас сажаю всех направо и налево. Я безусловно считаю, что 282-я должна быть отменена. Его привлекли Марцинкевич к уголовной ответственности. Фактически из-за хулиганства, которое он делал, когда я вел дебаты. Я могу сказать, что... Знаете, Марк Эфегин адвокат. Он буквально два дня назад переслал мне от Марцинкевича письмо с извинениями за то, что всю фигню, которую он против меня делал, и какие-то, не знаю, во время избирательной кампании клоунады устраивал, его там запрессовали самого. Поэтому он осознал. Мне довольны его взгляды. Неприятные и противные. И многие люди, которые сидят под 282-й, но они какие-то реальные фашики, и с ними что-то там не в порядке. И такие вещи нельзя говорить, которые они говорят. Но сажать за это в тюрьму... Так там был приговоре 282-я фигура... Значит, я пришел к нему на суд, и на суде я говорил, что не нужно его сажать. Это есть в протоколе. Я говорил о том, что уголовной ответственности привлекать не нужно, не нужно давать им реальные сроки. А сейчас он вообще сидит по какой-то другой, по-моему, статье. Так или иначе, 282-я статья должна быть отменена. Марцинкевич, ну, осознал свое неправильное поведение, и, по крайней мере, письмо с извинениями переслал мне через своего адвоката. Вторая часть вопроса была о чем? Спутник и погром, вы знаете, это издание. А сейчас большое количество всех людей хотят, чтобы я им дал интервью. Ну, слушайте, от этого как уж. От шария до... До спутника феминистки, совершенно верно. Это сейчас такой, ну, модный спорт. Он просто... Я отдаю себе отчет, что это не потому, что я такое, я не знаю, какое-то там... Особенно умное что-то скажу в интервью, а потому что вокруг меня возникает то, что Сергей Дружко называет как? И поэтому все хотят взять у меня интервью, но я не могу дать всем интервью. Ведь я открываю события целыми днями. Мне кажется, вообще, скоро людей на YouTube будут тошнить от меня. Потому что, видите, же стримы постоянно. Я еще не успел доехать отсюда из Рязани, захожу на YouTube, там 4 ролика на Валерий в Рязани. Я понимаю, что скоро меня бить будут. Я буду приходить куда-то. Я буду набрасываться с криком «Да оставь YouTube в покое». Поэтому, ну, возможности мои давать интервью, они довольно ограничены. В ближайших планах такого нет. Вопрос, да. Алексей, какой-то символ, скажем так. Вот у нас сейчас есть уточка, да? Вот я сегодня снял с полюбового стекла своей машины. У нас была в свое время белая ленточка. У меня просто предложение, да? Вот я заехал в торговый центр, вот наклейка, это все хорошо. Это надо прийти к тебе или надо куда-то приехать, да? За 4 минуты и 100 рублей мне сделали вот 4 таких бантика. А это, разве, не похоже на флаг Польши? Извини меня. Я на самом деле думал, что надо просто взять одну красную ленточку, одну белую. Но не было у нее одинаковой ширины. Мне кажется, это флаг Польши. Или нет? Я путаю что-то. Погуглите, погуглите. Это просто, да. Просто скажем так, что надо синие. Да, безусловно, ребята, безусловно, какую-то символику нужно применять. Совершенно правильно вы говорите. Ну, например, я носился с идеями про кроссовки. Мне очень нравилась идея. Мы вышли перед офисом, у нашего секретаря офиса изъяли кроссовки и забросили их на провода. Не очень это пошло. Уточка родилась сама по себе случайно. Я ляпнул про эту уточку в ролике. То есть, безусловно, какая-то символика нужна, и она просто должна от народа родиться. То есть, вот то, что проявится на этих митингах, то и нужно использовать. Вопрос. Здрасте. Во-первых, флаги очень похожи на флаг белорусских националистов. Каких? Белорусских. А, белорусских. Во-вторых, у меня вопрос. Чрезвычайно низкие стипендии у студентов. Я физик-ядерщик, я получаю, мол, учусь за физика-ядерщика, полторы тысячи рублей получаю официально стипендия. Физик-ядерщик, полторы тысячи рублей. Вот, понадобится вопрос о величии, к вопросу о нефтяных деньгах. Так вопрос какой, извините, что я перебил. Как вы прокомментируете эти... Слушайте, я вам даже другую вещь скажу. Вот вы студент, да? А скажите мне, пожалуйста, у вас сейчас студент, стипендия полторы тысячи. Вы заканчиваете институт, устраиваетесь на работу. Какая вот зарплата? Мне бы просили просто. И зарплата в районе 15-20 тысяч. Физик-ядерщик. То есть, по идее, квалификация, которая находится на самом топе. Потом еще говорят, что у нас есть такая вещь, как ФИИ, и там старые специалисты получают в районе 8 тысяч рублей. 8 тысяч, прекрасно. 8 тысяч рублей. Вершина пирамиды профессиональных профессий. То есть, вот, российская, ну, сказать, цивилизация, страна, Россия, строила, строила, создавала, создавала. На верхушке у нас появились, наконец-то, физики-ядерщики. Мало стран, которые делают физиков-ядерщиков, верно? Ну, наверное, на пальцах одной руки. Можно перечислить страны, которые делают физиков-ядерщиков. И чего? И мы им платили 15 тысяч рублей. Я вам приведу просто пример из моего разговора в Новосибирском Академгородке. Главный научный центр России. Надувает, значит, щеки наших государств, какие мы мощные, какие мы крутые. И там приходят ребята из Новосибирского Академгородка. И говорят, ну, мы молодые ученые, мы хотим заниматься наукой. Ну, типа, Алексей, а посоветуй, что нам делать? Потому что я закончил институт, я стал кандидатом наук, и моя зарплата 12 тысяч. Я ему говорю, ну, блин, я тебе что могу посоветовать? Ну, голосуй за Алексея Навального. Ну, что я могу... Ну, реально непонятно, как живут эти люди. Как они вообще до сих пор сохраняют желание заниматься наукой? Потому что ты можешь пойти, я не знаю, устроиться там дворником где-то и получать больше. И это типичный пример того, как государству на все плевать. А почему на плевать? Потому что, ну, с точки зрения уточек и всего остального, вы их не интересуете. Их вообще не интересует это все. И все. Идеальное государственное устройство для нашей власти, для Путина и Медведева, это нефтяная труба. Ее храняют какие-то люди. И все. И на конце просто эта нефть продается за границу. А все остальные желательно, чтобы умерли. Потому что им пенсию нужно платить. И нужны стипендии. Какие-то бегают физики-ядерщики, говорят, эй, алё, заплатите мне стипендию. Ну что, уходи отсюда, физик-ядерщик. У нас это не интересует. Нас интересует только труба. Поэтому в моей программе мы и прописали, что расходы на здравоохранение и образование нужно увеличить как минимум вдвое. Не потому что это красивая цифра. Не потому что я хочу понравиться физикам-ядерщикам. Хотя хочу, конечно. А потому что, если мы посмотрим на страны организации экономического развития, то есть, грубо говоря, на богатые страны в мире. Мы же хотим с них брать пример, правильно? С богатых стран. То мы увидим, что расходы в процентах ВВП на образование везде в два раза выше. На здравоохранение в два раза выше. Поэтому, ну, либо мы будем больше платить туда, либо просто мы будем беднеть. Потому что это выгодно. Потому что нам выгодно нормально платить физику-ядерщику, чтобы он потом был каким-то там, не знаю, классным инженером и платил уже большие налоги и бюджет. Вот так должно быть устроено. Вопрос. Вопрос. Мне вопрос такой. Вы знаете, что власти котики строят, а ЦИК может вас допустить выбор? Знаю ли я, что власти строят всякие котики? Я трижды судимый. Я трижды судимый и ЦИК-илист. Знаю ли я что-то про власти? Что будет делать ЦИК? То, что он делает всегда, он будет уплевать. Ну как это? Будет подделывать выборы. Преодолеть это, но... Давайте, прикинь, как можно преодолеть? Есть волшебная кнопка, я нажму на нее и фальсификации не будет. Или есть у меня специальный, я не знаю, волшебный порошок. Вжух и фальсификации больше нет. Значит, единственный способ с этим бороться. В стране больше 100 тысяч избирательных участков. Вот значит, мы должны подготовить 200 тысяч волонтеров и наблюдателей. Настоящих самоделищных, не таких, как обычно делают. Потому что у нас даже крупнейшие политические структуры, типа КПРФ, они только в крупных городах закрывают участки. А все остальное делай, что хочешь. Вот мы впервые в российской истории постараемся сделать так. Ну и вместе, потому что без вас у меня это точно не получится. Чтобы на каждом избирательном участке был настоящий наблюдатель. Голоса будет получать нелегко. И мы будем, конечно, биться за каждый голос и не будем его отдавать. Вопросы? Олег, можно еще по выборам? Буквально короткий вопрос. Короткий вопрос. Да, на самом деле сейчас они отменили открепительность. Вот в 11-м году, какой у нас там был президентские предыдущие выборы, я был мобильной группой западного округа Москвы, и видел, что происходило. Все гаишники приезжали в один избирательный участок, писали на месте заявления старой даты, заходили во второй избирательный, писали заявление, голосовали во всех участках. Три диковские жалобы я подал, во всех трех отказали. Сейчас вот эти открепительные удостоверения отменили, это будет опять то же самое, только еще хуже. Надо выработать, наверное, какую-то официальную позицию. Естественно, мы выработаем позицию. У нас уже начал работать штаб по наблюдению. Но, ребят, мы же не наивные люди, правильно? Но представьте, что вы Алишер Усманов, и вы смотрите на меня и понимаете, что станет Навальный президентом, но он вас посадит. Как минимум, он сделает так, что вы станете гораздо менее бедными, менее богатыми, потому что вам придется заплатить колоссальные налоги. Все эти Ротенберги, Тимченко, все эти люди, ставшие миллиардерами, просто на перепродаже нефти, они понимают, что, естественно, придут вот так Навальный, со своими какими-то волонтерами из Калуги. Они заставят нас платить. И они не хотят этого всего. Они сделают все для того, чтобы фальсифицировать выборы. Мы должны понимать это. Но у нас-то других шансов тоже нет. Мы точно так же просто будем биться, потому что другого варианта нет. Ну, либо мы оставляем их, эти богатства, либо мы согласны с тем, что единственный рейтинг, в котором растет Россия, это какой рейтинг? Коррупция. Коррупция. Ну, хорошо, второй еще. В 2003 году в России было 3, по-моему, долларовых миллиардера, а сейчас их больше 100. Откуда взялись эти деньги? Ну, вот откуда? На чем они? По идее, они могли бы стать миллиардерами, если бы вы были очень богатые и много тратили, правильно? Они бы на вас заработали и стали миллиардерами, но вы-то, по моим ощущениям, не стали сильно богатые, как и все остальные. Это деньги, коррупция, это деньги, нефть и газ. Поэтому, конечно, они будут сопротивляться всеми силами, но мы всеми силами должны давить их. Вопрос. Алексей, что будешь делать, когда станешь президентом с Крымом? На самом деле, это все ерунда по сравнению с вопросом, что ты будешь делать с реализацией проституции. То есть, там есть такие вопросы, отвечая на которых, я говорю, прошу выключить стримы всех. Ну, значит, с Крымом, на самом деле, все просто и все сложно. Я могу вам сказать честно, совершенно честно, что я считаю, что проблема Крыма не решается. Как не была за последние 50 лет решена ни одна территориальная претензия, проблема на карте планеты Земля. Ни одна. Вот есть там страны развитые, есть страны менее развитые, и никто не может решить территориальных проблем. Возьмите Британия и Испания. Цивилизованные страны в Европе находятся. Видите, что вокруг Гибралдара творится? Видели, как английские болельщики недавно разгромили Испанскую площадь, испанцы в ответ заявили, возвращайте Гибралтар, те им ответили в духе Алишера Усманова. Ну и понеслась это все. Невозможно решить территориальную проблему. Нужно, конечно, в Крыму провести референдум, нормальный референдум, но я честно скажу, я не вижу, как президент Навальный или следующий президент и президент после этого решит проблему. Значит, по факту мы пенсии, там, зарплаты платят, это часть России, этого не признает Украина и большинство стран мира не признает в обозримом будущем, все мы будем страдать. Будут страдать крымчане, нет инвестиций, полуостров плохо развивается, страдаем мы, страдают украинцы, страдают какие-то люди в ООН, потому что это без конца обсуждают. Ну, то есть, просто вот, увы. Это не очень оптимистичный ответ. Страдания. Вот после нового хорошего референдума, который там все же знают в Европе, и все будут им довольны, мы приемли бы результат, естественно, будем рады любому более удивлению крымчан, но вы конкретно какому результату были бы больше рады? Я буду рад любому результату. Мы примерно предполагаем. Слушайте, его никто не признает, его все равно никто не признает. Вот я объявлю честный референдум, но международное сообщество устроено так, что им до фонаря. Но это же позиция всех европейских стран. Типа, возьмите, просто верните. Просто это сделать невозможно. Там 2 миллиона российских граждан, у них что, паспорта завтра отнять? Невозможно. Поэтому мы проведем честный референдум, и Украина нам на честный референдум скажет, что нам неинтересно. И другие страны скажут, если он будет согласован. Тоже согласовывать. Слушайте, да неважно, с кем согласован, но посмотрите на территории в Палестине или в Израиле. Куча резолюций Совета Безопасности ООН, этим выполняется, этим не выполняется. Всем до фонаря. Территориальный конфликт решить невозможно. Мы не видели таких... Наш вопрос о вашем отношении, а не... Значит, мое отношение. Я следую тому, как голосуют люди. Меня часто это спрашивают, а вот ты переименуешь ли наш город? Я был в Ульяновске, например. Из Крыма перенесемся в Ульяновск. Считаешь ли ты, что у нас город нужно переименовать обратно в Симбирск, и переименуешь ли ты? Я стану таким президентом, который вообще не сможет это сделать. Это все вопрос местного значения. Как люди хотят, так пусть оно и будет устроено. Вопрос? Здравствуйте, Алексей. Я пришел к вам с неудобными вопросами. Классно, я обожаю неудобные вопросы. Я боюсь просто, что... Выбирайте один самый неудобный. Мне не дадут все задать. Ну все не дадут. Сразу говорю, все не дадут вас задать. Вы выбираете самый адский неудобный, страшный вопрос. Вы неохотно сейчас уже отвечаете на критику конструктивную, свой адрес. Вот я могу привести один пример. Вот Анатолий Шарик, который в своих видео... Вопрос. Вопрос. Только что было? Вопрос. Он говорит, что в книге экс-посла нет ничего произносилого, не Усманова. А вы говорите, что есть. Почему вместо ответа на конкретную критику вам проще называть Шария лживым человеком, кремлевской рукой. И вы будете так относиться ко всей критике в свой адрес, что это рука Кремля. Закончился ваш вопрос? Да. Снимаете меня? Да. Пожалуйста, зафиксируйте, что отвечая на ваш критический вопрос как есть. Значит, первое. Скоро будет ответ Алишера Усманова. Я не собираюсь спорить с украинским блогером Шарием, потому что мой спор с Алишером Усмановым, и я опубликую ему ответ. Это первое. Второе. Документы все там будут. Третье. Ну, я, безусловно, считаю его лживым и работающим на кремле. У меня есть право на мнение, да? И мое мнение заключается, что видеоблогер Шарий, безусловно, человек лживый. И, ну, вот так есть. Я так считаю. Имею право, я так считаю? Да. Передайте им, пожалуйста, что я считаю так. Я не знаю, давайте... Я не буду говорить, вы как относитесь к этому видеоблогеру, как раз? Негатив. Кто это? Наверное, я не единственный человек. При этом на все вопросы, конечно, я отвечаю. Будет специальный видеоролик, на который я все отвечу. Но, опять же, если кто-то хочет создавать то, что Сергей Дружко называет как? Хайп. Хайп. То, пожалуйста, пусть Шарий будет без меня. Я создам свой хайп на своем канале. Правильно? Зачем мне делать с него? Да. Давайте представим, что вы стали президентом, изменили страну так, как вы хотели. Давайте представим. Что вы собираетесь делать с ним? А вы Шарий. Вот такие вопросы ставят меня в тупик. Какой-то Шарий. Еще раз. Я стал президентом, что я собираюсь сделать потом? Нет. Вы стали президентом и изменили все, что вы хотели. Нет. В обороне коррупции. Можно? Вы увеличили зарплату и прочее. А, все, я понял. Значит, я стал президентом, я все сделал то, что хотел. А что я сделаю потом? Ну, все, потом закончится мой президентский срок. Я поеду домой. И я хочу реально стать президентом, который приедет в Кремль из этой квартиры в Марьино и уедет в нее обратно. И чтобы все вы увидели, что я ничего не приобрел, что я получал свою президентскую зарплату, впрочем, большую, довольно-таки. И я был нормальным президентом. Я ничего не украл. Понятно, кто моя семья. Понятно, кто мой зять, если к этому времени он будет. Понятно, чем занимаются мои дети. Вот их фотографии, все ясно. Я не хочу, чтобы президент и институт президентства прятался от нас. Да, ну вот, как зовут зятя президента Путина? Знаете? Кирилл Шамалов. И все знают, что его так зовут. Вся страна знает, что зять президента Путина – это самый молодой миллиардер в России. Но официально-то этого никто не признает. Официально даже не считается, что у него нет никакого зятя. Поэтому я, уйдя на покой, буду таким президентом, я не знаю, мемуары напишу. Не знаю, там, пенсии, я не знаю, пенсия начнется. Нет, пенсии мне еще не положено будет. То есть мы в 18-м году победим, конечно. Лекции буду читать. Приеду сюда, к вам в Калугу. Мы поставим здесь кресло и будем. А помните, ребята, как мы проводили нашу встречу? А помнишь, ты мне вопрос задал? Так вот, я сижу и здесь, не знаю, курю трубочку. Так и должно быть. Ну а чем занимается Обама сейчас? Книжку пишет, не знаю, ездит. А чем занимается Билл Клинтон? В том-то и дело, это у нас почему-то этот Кремль создал иллюзию о том, что либо ты президент, либо наступила какая-то смерть, либо Россия развалилась. А это абсолютно правильная вещь, что президенты меняются. Ну был президентом, это работа, важная работа. Она у тебя закончилась, идем другую работу. Вот так и будет с прекрасной Россией будущего. Вопрос. Сейчас в Чечне преследуют и убивают герест. Когда вы, как президент, то сообщество может рассчитывать на то, что будут относиться как к равным членам общества. Смогут ли они обратиться за помощью в полицию? Будете ли вы бороться с предрассудками, главенствующими в нашем российском обществе? Когда Алексей Навальный стал президентом, РГБТ-сообществу не нужно будет обращаться даже в полицию. Я считаю, что все люди одинаковые. Мне все равно, что вы делаете там дома. Что у вас там происходит, это ваше личное дело. Меня интересует, чтобы люди нормально работали, нормально платили налоги, получали достойную зарплату и желательно голосовали за меня. Все остальное, это ваше личное дело. Поэтому у нас в прекрасной России будущего будут все равны. Ну, а вот эти вот сообщения из Чечни, ну они же чудовищные. Ну хватает людей, понимаете, и пытают. Там какие-то новые доклады о том, что председатели правительства Чечни участвуют в пытках или присутствуют при пытках. Но если верить СМИ, это чудовищное, это абсолютно чудовищное, дикое средневековье. И, конечно, такого быть не должно, это вредит вообще всем. И это ужасно. Вопрос давайте задать. Такое вот, две вещи. Первое, сделайте, пожалуйста, ролик, который расскажет о том, что такое 2 миллиона рублей, например, для Калужской области. Это 50 областных бюджетов. Отличная идея. Отличная идея. Второе, на что могут рассчитывать, на что может рассчитывать население Донбасса? Они сегодня тоже граждане России. Мы раздали паспорта. Обстрелы не прекращаются. Крымчанам вы обещаете референдум, а что вы можете пообещать им? Да просто прекратить войну. Вы правильно говорите. Во-первых, я обещаю прекратить войну. Во-вторых, я обещаю сделать то, что Путин уже принесал. Я обещаю выполнить Минские соглашения. Россия много раз заявила, что Донбасс и вся эта часть Украины, она является частью Украины. Нам не нужно их присоединять. Конечно, желательно закончить это так все, чтобы они получили определенную долю автономии, чтобы все было нормально и мирно, что сделать крайне сложно. Это уже все подписано на бумаге. Я просто выполню это все. Эта война не нужна никому. Она делает всех беднее. Ну вот давайте примерно прикинем сами. Кто же платит пенсии сейчас на Донбассе? Россия. Мы платим. Туда в буквальном смысле везут КамАЗы с деньгами. Откуда они выезжают? Ну кто из разных частей, в том числе один КамАЗ из Калужской области уехал и денежки ваши повез туда. Поэтому я не хочу этого делать сегодня. Они сейчас часть Украины. Поэтому, пожалуйста, пусть Украина ими занимается. Мы должны следить за гуманитарными вещами. Но я не знаю, может, это вам не понравится, как это звучит. Я не собираюсь забирать деньги у вас и отвозить их на Донбасс. И это касается всего остального. Значит, президент Алексей Навальный, он будет плакать, глядя на фотографии разбомбленной Пальмиры. Он будет рыдать, глядя на разбомбленные Алеппо, но не отдаст ни копейки туда. Я не дам ни копейки на восстановление Пальмиры, пока мы не восстановили Калужскую область. Но есть куда здесь вложить деньги? Есть, наверное, разбитые дороги. Есть какие-то плохие больницы. Все деньги мы потратим только сюда. Конечно, прекрасно заниматься спасением всех на свете. Но это пока дороговато. Сосед ваш поднимает руку. Я говорил об этом в передаче «Навальный в 2018» в последний раз, исходя из того, что я знаю сейчас. Ну, ребят, у меня были обыски, против меня возбуждали уголовные дела. Я видел, как это делается. И вот то, что делается у Серебренникова, очень, конечно, похоже на заказное уголовное дело. Никаких объяснений нет, никаких документов нет. Нам говорят, он проворовался. Ну, проворовался, окей, покажите. Вам тогда легко доказать, что он проворовался. Но то, что был обыск, а потом выяснилось, что у него нашли гашиш, ну, это все реально похоже на муклеж. Вопрос. Вот такой несерьезный вопрос. Вот видели вас Псаха, вызвал на версус батл. Каково? Ну, окей. Честно скажу, все меня вызывают на версус батл. Я не пойду, я не рэпер, я не умею. То есть вы, согласитесь, я буду несколько странно смотреться на версус батл. Это точно там не мой формат, и я буду рад, если какой-нибудь прекрасный рэпер... Ну, завтра меня вызовет на батл Алиса Вокс. Я что, боже, буду перепить ее в этом коллеге? Это же штука такая. Ну, с версус батлами, увы, я не буду участвовать. Да, вот, есть. Вы говорили в одном из своих роликов, то, что США — это танкер. У нашей России тоже танкер, по идее, только уже направленный не в ту сторону. Вот вы как думаете, вы за один срок справитесь вообще с этим танкером? Развернусь его. Думаю, да. Ну, смотрите, есть набор вещей, которые сделать довольно просто. Ну, ввести статью о ответственности уголовной за незаконное обогащение. Я ее принял, и завтра мы получаем возможность судить Черчину. Завтра мы получаем миллион человек воров? Нет, нет. Ну, слушайте, это преувеличение миллиона человек воров. Это большое преувеличение. Мы начнем с правительства, с высшего уровня. Есть люди, у которых расходы и доходы, но они прямо выпирают. Куть шувалов. Смотрели мой ролик, как он возит собак на самолете? Смотрели, наверное. Вот этих людей в первую очередь, конечно, есть миллионы нарушающих закон. Вы знаете, кто фальсифицирует выборы по всей стране? Учителя. Наши учителя, Марья Ивановна и Наталья Степановна, они фальсифицируют выборы. Они, вообще говоря, преступники. Но это точно не первоочередная задача их сажать. Их именно невозможно посадить, и не нужно посадить. Ну, как бы, приказывают. Они выполняют преступные приказы. Они виноваты. Но мы их должны скорее перевоспитать. А вот этих вот, чье богатство выпирают, мы должны судить. Это сделать довольно быстро. Коррупция в госзаказе. Триллион рублей в год. Я довольно быстро. Мы в фонде борьбы с коррупцией же ее разоблачаем. Я не спецслужба. Я не прокуратура. У меня вообще нет никаких полномочий. Тем не менее, мы этих коррупционных контрактов выявляем на миллиарды и отменяем на миллиарды. Можем все это сделать? Можем. То же самое, как закупки компаний. Но все эти Роснефти, я стал президентами, и уверяю вас, никаких ложечек по 14 тысяч рублей и близко не будет. Просто мы быстро внедрим эти вещи. Свобода предпринимательства. Но вот вы знаете отлично, что сейчас... Из интереса, есть здесь ИПшники? Есть. Я вижу. Ну невозможно же работать. Ну просто невозможно работать, особенно если ты хочешь заниматься практическим бизнесом. Какие-то проверки, разрешения. Это вообще ничего не нужно делать. Их нужно освободить сейчас. И от налогов, и от всех разрешений. Это все можно сделать быстро. Я не говорю про то, что я завтра в Калужской области построю хрустальные дворцы. Это невозможно. Но принять элементарные меры, которые существенно улучшат жизнь всех и существенно вырастут зарплаты, ввести минимальную зарплату в 25 тысяч рублей. Ну слушайте, мне говорит Единая Россия, это популизм. А что популизм? Сейчас как раз в Кремле обсуждают. Хотя вроде на что-то там... Ну правильно, они слушают меня. Они же понимают, о чем я говорю. Они все эти стримы и видео же смотрят. Они видят, что вся страна воет. И они видят, что моя аргументация правильна, потому что в США есть минимальная зарплата. В Германии есть минимальная зарплата. Во всех богатых странах минимальная зарплата установлена. И только у нас она на уровне там вообще ниже плинтуса. Поэтому, конечно, есть ряд простых мер. Я их быстро приму. И этот танкер, ну не то, что мы его развернем на 180 градусов, но он поедет в правильном направлении. Вопрос. У вас же здесь вели платную дорогу. Нравится вам платная дорога? Нет. Ваша платная дорога, это просто, ну это, это просто, может быть, вершина абсурда. Они взяли, блин, Киевское шоссе. Федеральную трассу. Оно Киевское шоссе не строил Путин. Его не строили Ротенберг, его не строили новоподрядчик. Это дорога, которую, не знаю, построили давно. Они отгородили кусок. И говорят, что это теперь платная трасса. А альтернатива, по-моему, там 4 железнодорожных переезда. Но это мухлёж. Это не имеет отношения ни к рыночной экономике, это не имеет отношения к улучшению инфраструктуры. Это просто обман и вытягивает денег из населения. Поэтому я считаю, что в этом виде платные дороги, конечно, не нужны. Но это просто обман на самом деле. Да. Я говорю, представьте, представитель Верховного суда при вас. Ну, судья Новиков при мне будет работать судьёй. Я так понимаю, он честный судья, за это и пострадал, за это... Против него возбуждено уголовное дело. Но суд в России будет независимым. И я не буду иметь возможность назначать председателя Верховного суда. Это на самом деле ключевая вещь. Почему они могут так много воровать? Потому что в любом суде они против меня выигрывают. Почему Усманов так нагло всё это записывает? Он же знает, что такое российский суд. Они там что угодно, я не знаю, я им видеозапись принесу. Как он чемодан с деньгами отдаёт Медведеву. Они скажут, ну что-то там не видно, что это деньги. Наверное, это игрушечные деньги. Они в монополию играли. Ответят они мне. Поэтому контроль за судебной системой не должен быть в руках у президента. Это вообще ключевая важная вещь. Да, вопрос. Алексей Анатольевич, когда вы станете президентом Российской Федерации, как будет разрешена проблема с воровской экспансией Китая на Дальнем Востоке? Хороший вопрос. Про экспансию Китая. То же самое. Нужно просто... Это же тоже коррупция. Когда китайцы берут большие куски земли и занимаются там сельским хозяйством, используя какие-то совершенно адские пестициды, и там не растёт потом уже 10 лет. Ну же есть же всякие эти Россельхознадзоры и все остальные, которые запрещают импортные продукты. Вот они этим должны заниматься. То же самое и вывоз леса. Хотя вот как бы вроде бы лес-то весь украл я, но даже находясь здесь, мы там в Иркутской области уже там или в Чите, всё бы выпиливали, всё вывезли абсолютно. Это тоже коррупция. Не могут китайцы обойти пограничные посты и таможенников, верно? Верно. То, что они везут этот лес сверх квот, это означает, что они платят кому-то взятки. Поэтому мы должны просто ликвидировать коррупцию, и китайцы будут работать на таких же условиях, как и все остальные. Вопрос. Алексей, о земле. Что? О земле. Что с землей? Которые в долгосрочную аренду сданы. Ну тоже нужно смотреть, на каких условиях их сдавали, по каким ценам. Если там нормальная цена, пусть сдают. Но те договоры, которые я пока видел, это тоже типичный пример коррупции. Кроме того, понимаете, как устроено? Российскому предпринимателю ничего не дают, китайцам дают за какие-то минимальные цены лучшие куски земли. Но это абсолютно неправильная вещь. Я обещал сюда вопрос. Что будет сделать с Роскомнадзором, который сейчас дает нас? Роскомнадзор — это обожаемая мною организация. Я целыми днями получаю имейлы про то, что Роскомнадзор пожаловался на этот ролик. Требует заблокить этот ролик. Как вы думаете, что я хотел бы сделать с Роскомнадзором? Брать. Заблокировать. Я бы как-то хотел вообще их расстрелять, если честно. Но я принципиальный противник смертной казни. Роскомнадзор будет распущен немедленно. Это вредная, никому не нужная организация. Вот и все. Вопрос. Алексей, вопрос. Скорее, мои мамы интересуют больше. Как вы относитесь к инициативе правительства в том плане, что они хотят повысить пенсионный возраст? Действительно, вы думаете, что они хотят это сделать? Как там можно относиться? Я не понимаю. Они, безусловно, хотят это сделать. По очень простой причине. Чтобы не платить пенсии. Вы посмотрите среднюю продолжительность жизни мужчины в России. Она ниже того возраста, до которого они хотят дотянуть. Они просто хотят, чтобы люди померли, не нужно платить им пенсии. У нас чудовищная медицина. У нас чудовищный уровень алкоголизма. Опять же, понятно почему. Но народ-то пьет почему? Потому что безнадега. Ты классно работаешь, не пьешь, вообще ни капли. И получаешь 25. Ты ничего не делаешь, ты забулдыга. Ты получаешь 20 или 18. Какая разница тогда зачем? Тогда лучше вообще бухать и не думать об этом во всем. Поэтому у нас болезни, у нас алкоголизм. У нас люди не доживают просто до этого возраста. Если правительство России говорит, что не хватает денег на пенсии, и нужно отнять вот здесь, и нужно отнять у долинобойщиков, и нужно отнять у ИПшников, и нужно отнять у нас всех, я им говорю, ребята, повернитесь, и вы увидите Газпром, Роснефть, Транснефть. Вот здесь возьмите хоть что-то. А потом уже мы начнем повышать пенсионный возраст, когда мы взяли все деньги, сколько можно здесь. Девушка поднимает руку. У меня два вопроса. Первый. Давайте самый важный. Да. Соберяйтесь с вибраемой устроенной системы Платон, и как мы можем быть уверены, что история США на коррупционной компании не создается так же, как с антикоррупционной компанией Ельцин? Убирайте. У Ельцина не было никакой антикоррупционной компании? У него не было антикоррупционной компании. У него была так называемая борьба с привилегиями. И он катался на трамвае, показывая, что он будет бороться с привилегиями номенклатуры. Но Ельцин создал основу той коррупционной системы, которую уже потом окончательно построил Путин. Именно Ельцин начал своих родственников тащить в администрацию президента. Именно Ельцин начал создавать олигархов. Я совершенно без пиетета отношусь к нему, и не было там никакой борьбы с коррупцией абсолютно. Но что касается системы Платон, мы судились против системы Платон. Я ролики первые записывался, я дальнобойщиков поддерживаю. Система Платона – это просто кормушка для сына Ротенберга. Но это абсолютно преступная вещь. Вопрос. Мирный транзит – это главное условие. Но мы же понимаем, что человек вцепился. И человек боится, что если он перестанет быть президентом, у него все отнимут, его посадят, и поэтому он хочет до смерти оставаться президентом. Поэтому я считаю… Как вы понимаете, Путин не мой герой. У меня к нему в том числе личного претензия характера. Он посадил моего брата. Он полтора года в одиночной камере сидел. Только сейчас к нему кого-то еще подселили. Ну то есть это беспредельщик абсолютный, в том числе по отношению к моей семье лично. Но тем не менее, я считаю, что эти вещи нужно отбросить, если Путин готов к мирному транзиту власти. В интересах всех дать ему иммунитет, ему и его семье. Оставить какое-то имущество. Пусть сидит в Геленджике, не знаю, курит сигары, там, занимается художественной гимнастикой, чем угодно. Что ему нравится, если он готов к мирному транзиту. Вот и все. К мирному уходу от власти и к согласию на честный выбор. Девушка. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос про агитацию. У нас получается агитация демитирована. Вы не могли бы снять на родину пироги, про кироги, потому что люди легче посмотрели ролик, а потом надо его на минуту. Он сказал, что все там на самом деле занимаетесь. И так, что вы понимаете? Матазии, что все все знают. Многие люди к нам пришли, посмотрев только фильм про Димона. И вообще тут узнаю, потом письма приходят такие. Здравствуйте, уважаемый Алексей. Я посмотрел фильм про Димона и стал вашим горячим поклонником. Но потом мне сказали, что вы американский шпион, а также воровали лес. Не могли бы вы решить мои затруднения? Таких людей много, и вы абсолютно правы. Нужно выпустить ролики, которые нам будет казаться уже... Ну, что их смотреть-то, все знаем. Но для огромной аудитории это нужно объяснять снова и снова. Мы сделаем... По делу вопрос. По делу вопрос. Все остальные выбрали вопрос по делу. Не, на самом деле по делу вопрос, да, скажем так. Вы сейчас проделали гигантскую работу. Вы сейчас с Леней сделали невозможное. В моем понимании вы фактически создали структуру для общероссийской партии. С ее региональными отделениями, с ее, скажем так, членами. Насколько вообще стоит этот вопрос в голове. Будем ли мы эту партию создавать, потому что... Вот просто мой комментарий, да. Я был в УИКе, когда вы были на мэрских выборах. И был вот сейчас в ТИКе, но все равно в УИКе я сидел, скажем так, когда были выборы последней Госдумы. Пришли две разных Москвы. Та Москва, которая была на мэрских выборах, которая пришла на вас, она... Смотрите, что касается партии. Ну, конечно, партия нужна. Мы же не только в президентских выборах хотим участвовать, да? Но вот Дума сидят, сидят эти люди в Думе. Они вас представляют? Нет. Там есть какие-то депутаты, про которые вы знаете? Депутат Иванов, примерно, более-менее моих взглядов. Он говорит правильные вещи. Есть там хоть один такой? Я могу вспомнить Шейна из приличных. А так вообще никого нет. Поэтому, безусловно, нужна партия. Но мы же партию регистрировали четыре раза. На пятый раз ее зарегистрировали и сразу ликвидировали. Почему? Ну, они отлично понимают, что если у нас будет своя партия, мы в Госдуму сразу пройдем. И если в Думе будет сидеть хотя бы 20 депутатов, которые будут не трусить и молчать, а вставать и устраивать скандалы. Из-за уточек, из-за ложечек, из-за всяких зитьев, из-за этих миллиардов. Это будет совсем другой вещь. Поэтому они страшно боятся. Ну, конечно, мы продолжим все наши попытки регистрировать. Вопрос? Алексей, вопрос. У многих здесь, я думаю, есть кредиты. И долги уже прям нереальны по кредитам. Кредитная амнистия для всех. Нет. Просто мы прощаем долги другим странам. Почему бы не провести рефинансирование? Ну, смотрите, несмотря на то, что вот я типа там пошутил кредитная амнистия, и кажется, что это самый сверх популизм. Мы сейчас считаем это. Вы хочешь какая штука? У нас действительно все закредитованы, перекредитованы. Ну, у кого есть знакомые, у которых есть кредиты, и там, у которых взяли их уже два или три раза? У многих. В некоторые регионы приезжаешь, на Алтай, например, там никакой другой рекламы в городах не висит, кроме как работа с коллекторами. То есть все взяли кредитов по два-три раза. Но штука в том, что банки... Ну, вы знаете, на спасение банков Центробанк потратил триллион рублей. А штука спасения банков? Это какие-то люди выпилили из банка деньги, и чтобы компенсировать это все, Центробанк дал триллион. Внешэкономбанк раздавал кредиты на строительство Олимпиады, кредиты не вернулись, все это компенсируется. В банке ВТБ государства все время дыра, и это компенсируется. И у меня вопрос. Ну, а если вы вот этим вот жирным котам компенсируете их просроченные кредиты, а вот там какой-то ходит дядя, он купил просто стиральную машину в кредит, ему сложно отдать. Почему за этим дядей бегают коллекторы и говорят, ему у тебя отнимем квартиру? А у всех остальных никто не просит. В пенсионном фонде тоже дыра. У директора пенсионного фонда квартира ценой миллиард рублей на патриарших прудах. Давайте за ним тоже бегать, сказать, давай свою квартиру вкладывай. Поэтому, безусловно, тут нужно считать, если мы посмотрим, сколько просроченных кредитов олигархически государство компенсировало, я думаю, что провести какую-то реструктуризацию кредитов из лиц будет вполне уместно. Но это, конечно, вопрос расчета. Да. Здравствуйте, Алексей. Только громче, чтобы все слышали. Здравствуйте, Алексей. Когда вы станете президентом России, вы измените что-нибудь в системе образования? Отмените ЕГЭ? Да. Камеры снять. А, камеры снять. Чтобы было списывать. Можно конкретнее. Значит, в системе образования, в первую очередь, есть много вещей мелких, например, тот же самый ЕГЭ. Вы сами же знаете, в каком регионе самый высокий балл по ЕГЭ? В Чечне, Дагестан. И это делать бессмысленным. Ведь ЕГЭ было придумано для чего? Для того, чтобы вы, как вас зовут? Вот Иван из Калуги и какой-то Ахмед из Чечни. Они имели равные возможности при поступлении в лучшие вузы. Вас выравнивал ЕГЭ. Но если человек из Чечни всегда заведомо получит лучший балл, чем вы, то делать ЕГЭ бессмысленным, верно? Поэтому здесь нужна реформа, там нужна реформа. Много вся. Учителя сейчас у нас практически не учат, они заполняют бумажки бесконечные. Я встречаюсь же с учителями часто, они говорят, боже, мы с тебя проголосуем, мы будем фальсифицировать в пользу тебя. Но отмени эту идиотскую отчетность, которую мы заполняем целыми днями. Но самая главная вещь, которой нуждается российское образование, это деньги. Вот то, что я сказал. До тех пор, пока мы не дофинансируем российское образование хотя бы в два раза, мы не сможем абсолютно ничего изменить. Еще есть вопросы какие-то? Да, да, да. Да. А, не... Человек с неудобным вопросом, давайте. Что вы собираетесь делать с людьми, которые с вами не согласны? Если они выйдут на митинги и будут требовать вашей отставки, что вы будете делать? А можно я вам задам вопрос? Да, конечно. А почему вы свои неудобные вопросы читаете с листучки? Потому что я волнуюсь и я их записал заранее на... Вы со мной не согласны? Вы со мной не согласны, насколько я понимаю. А что я с вами сделал? В смысле? Вот значит... Я вам задал конкретный вопрос. Я просто в принципе спрашиваю, являетесь ли вы человеком базово со мной не согласным? Нет, я с вами... Я сам белоленточник был в 2012 году. Окей, ну просто... А штука в том, что... Просто меня интересует этот вопрос. Я отвечаю на этот вопрос. С не согласными... С не согласными я буду делать то, что я делаю прямо сейчас. Я буду отвечать на их вопросы. Я хочу быть президентом для всех. Со мной будет куча несогласных. Вот здесь, если мы начнем анкетировать каждого, выяснится, что по 30% моих взглядов будут со мной несогласны. Эти за смертную казнь, те против смертной казни. Эти за оружие, те против оружия. Те за легализацию браков и марихуаны. Эти против. И, конечно, всегда будет большое количество несогласных. Есть один человек на свете, который полностью согласен с вами. Это вы сами. Я хочу быть президентом для всех. Когда я стану президентом, НОТ получит возможность зарегистрировать свою партию и пойдет на выборы. Все самые... Путин вас зажал и сделал маргиналами. А я разрешу вам участвовать в выборах. Националистам. Левым, правым, кому угодно. Они же люди. Они граждане, поэтому имеют право делать все, что угодно. Вот такую Россию я вижу. И только в такой России люди будут богаты. Потому что, ну, если мы дадим, наконец-то, свободу людям. Если мы прекратим коррупцию, которая является причиной зажима несогласных. Тогда все будет у нас работать. Ребята, и такую Россию мы с вами построим. И обязательно я стану президентом. Или появится другой президент, который отвечает на неудобные вопросы. Они участвуют в прямой линии, да, где заготовленные вопросы или выступает какой-то коллектив шахтеров, начинающие вопросы с фразы «Дай вам Бог здоровья, Владимир Владимирович Путин, мы вас очень любим». Я буду нормальным президентом, который все изменит и который построит нашу прекрасную Россию будущего, где есть высокие зарплаты, соответствующие нефтяным ценам. Где Калужская область не отдает свои налоги в Москву, а оставляет здесь себе и тратит те деньги, которые заработала, на свое собственное процветание. Мы всего этого добьемся, мы сможем это сделать, если мы будем верить в себя и заниматься агитацией каждый день, доносить наш месседж до людей. Если мы займемся этим вот завтрашнего дня, сегодняшнего дня, через три месяца, не узнаем город Калугу, все будут ходить с огромными транспарантами Навального президента. Спасибо большое, ребята, мне пора ехать в Куму. Спасибо вам большое.